Пластиковые предметы, которыми мы пользуемся каждый день, дешёвы в производстве и удобны. Но что случается с ними после использования? По словам учёных-исследователей, человечество производит столько мусора, что мешками можно было оградить всю прибрежную линию. Немалая его часть попадает в океан. Распределён мусор неравномерно. Течение и ветер заставляют его скапливаться на определённых участках океанов. Прибивающийся к берегам пластик постепенно окружает целые континенты. Самое большое пятно, обнаруженное в конце 90-х, находится в северной части Тихого океана. По разным подсчётам, масса этих отходов может составлять до 100 миллионов тонн, а площадь пятна — от 700 тысяч до полутора миллионов квадратных километров. Более точные размеры определить сложно, поскольку всё это добро находится в воде. Но для сравнения, величина Мадагаскара — 500 тысяч, а Гренландии — 2 миллиона квадратных километров. То есть это пятно по размерам где-то между Мадагаскаром и Гренландией. Неплохо для кучки мусора, правда? Только вот это всего лишь начало. Сей удивительный рекорд может быть побит пятном у берегов Чили, обнаруженным в 2016 году. Пятая часть отходов, из которых состоит этот новоиспечённый остров, выбрасывается с проходящих кораблей. Всё остальное попадает в воду с берега. Подсчёты экологов разнятся, но есть мнение, что в мировом океане оказывается около 8 миллионов тонн пластика в год. Это около 3% мировых отходов. Главными загрязнителями считают азиатские страны. В первую очередь Китай, где бурно развивается промышленность, ясен пень в ущерб экологии, на которую не особо-то и обращают внимание. Новые континенты — это бесспорно хорошо. Особенно для фанатиков верующих в то, что наша планетушка страдает от перенаселения. Но как бы там ни было, пластик в океане — это огромная проблема и дело отнюдь не в эстетике. Кусочки мусора, несомые волнами, под воздействием солнечного ветра становятся хрупкими, а при столкновении со скалами, корпусами кораблей или кусками другого мусора, легко разламываются на мелкие части. Птицы и морские обитатели заглатывают кусочки пластмассы, принимая их за пищу. В лучшем случае инородное тело пройдёт транзитом, в иных может убить животное или остаться в организме. Мы не знаем, что происходит с живым существом, в чьём желудке годами находится пластик. Возможно, такой кусочек понемногу выделяет ядовитые вещества и отравляет организм. По пищевой цепочке яды могут дойти до других живых существ, в том числе и до человека. Особенно если стая промысловых рыб кормится в замусоренном месте. Более того, поверхность пластмассы впитывает ядовитые вещества, такие как ДДТ или ртуть. Дело, впрочем, не только в токсической опасности. Морские животные путаются в обрывках рыболовных сетей, в отходах, а также гибнут из-за полиэтиленовой плёнки. При этом из-за мусора на поверхности меняется привычное освещение, что отражается на обитателях нижних слоёв. Со временем проблема только усиливается. По некоторым подсчётам, к середине века масса пластика в океане сравняется с массой рыбы. Очевидно, что решение этой проблемы пойдёт по двум путям. Найти способы очистки воды от уже попавшего в неё мусора и снизить темпы загрязнения. А в идеале вообще остановить его, превратив пластик в биоразлагаемый материал. Первый путь близок многим энтузиастам. Есть проекты вторичного использования неразлагаемого пластика. Из него можно, к примеру, производить новую посуду или тару, строительные материалы и даже ткань. Но это требует раздельного сбора мусора, грамотной сортировки и распространения заводов по переработке. В Японии на искусственных островах из мусора устроены международный аэропорт и металлургический комбинат. В Токийском заливе таким образом создали место, где расположены парк, стадион, музей и теплицы. Так избавились от сотен тонн мусора, сделали его токсически безопасным и увеличили площадь страны. Похожий проект реализован в Сингапуре. Мусорный остров засажен деревьями. Экологическая обстановка вокруг благоприятна, и это место стало популярным среди местных рыбаков. На яхте из пластиковых бутылок совершил переход из Сан-Франциско в Австралию наследник знаменитой династии Ротшильдов с командой. Кстати, судно с честью выдержало испытания океаном. Дизайнеры и архитекторы строят сооружения из пластиковых отходов. Правда, это скорее концептуальные строения, привлекающие внимание к проблеме. Есть несколько проектов очищения океана с помощью устройств, которые бы отлавливали прибиваемый к берегу мусор, не беспокоя морских обитателей. Остановить рост мусорных пятен пытаются и с помощью запретительных мер. В некоторых странах запрещается давать покупателям в супермаркетах бесплатные пакеты. Грядут запреты на одноразовую посуду из неразлагаемого пластика. Проблема только в том, что пластик, который будет экологичен и при всем этом сможет выдерживать высокую температуру, пребывание в микроволновке или холодильнике сделать непросто. И если даже мы сможем найти оптимальные решения для такого производства, то непосредственно сам процесс изготовления наверняка будет создавать в разы больше проблем матушке природе, чем безобидный пластиковый остров. Можно попробовать заменить это дерьмо всевозможными вариациями биоразлагаемого пластика из крахмала, целлюлозы и подобных материалов. Распространенные полиэтиленовые пакеты заменяют на сделанные из крахмала. Они легко разлагаются, но способны выдерживать лишь небольшую нагрузку. Есть еще и оксобиоразлагаемые пакеты. Во время производства такого полиэтилена в него добавляют вещества, ускоряющие разложение. Тепло и ультрафиолет превращают пакет в горстку мусора, а почвенные микробы довершают дело за пару-тройку лет. Существуют биоразлагаемые пакеты, способные рассыпаться в прах за срок от года до пяти лет. Правда, некоторым требуется соблюдение правильных условий. Например, компостирование, соприкосновение с водой, попадание ультрафиолета и тому подобное. В общем, перспективы у этой отрасли явно есть. Но вот что любопытно, в новостях частенько проскакивают заявления, мол, мусора гораздо меньше, чем заявляют ученые. Либо он куда-то исчезает, либо головастики врут. И вправду. Есть вероятность, что он дробится на мельчайшие частицы, которые невозможно заметить в воде. Или погружается на дно вместе с заглотившими его и погибшими рыбами, или что к кускам мусора прикрепляются морские обитатели, под собственным весом утаскивая его вниз. Часть мусора вмерзает в льды Арктики и Антарктики, а кое-что выносится на берег. И на некоторых пляжах, к примеру, на Гавайях, уже получились скалы, где слегка потекший от природного нагрева пластик скрепляет налипшие на него песчинки, камушки, ракушки и прочие природные материалы. При этом в конгломерате вполне можно различить сломанные вещи. Зубные щетки, игрушки и прочие радости. Впрочем, есть и более оптимистичный сценарий. До сих пор считалось, что произведенные человеком полимеры не по зубам никому из обитателей планеты. Но одна из распространенных версий, которая касается загадочного исчезновения мусора в океане, гласит, что колонии бактерий научились, если не уничтожать пластик, то сильно его измельчать. Правда, версия пока не получила подкрепление, да и жизнь пластика после смерти, то есть после измельчения, пока не изучена. А недавно выяснилось, что одно насекомое научилось справляться как минимум с полиэтиленом. Личинки распространенного вредителя восковой моли способны проделать дырку в пакете минут за сорок. Выяснилось это случайно, когда биолог Федерико Бертачини чистила свои ульи, а обнаруженных вредителей складывала в пластиковую сумку. В поставленном позже эксперименте сотня гусениц за полусуток часов уничтожила 92 миллиграмма полиэтилена. В результате получился этиленгликоль, ядовитое вещество, которое, тем не менее, моли не вредит. Более того, полиэтилен разлагают даже раздавленные личинки моли. Ученые намерены выделить вещество, которое синтезирует насекомое, и потом искусственно его воссоздать. Вероятно, дело в том, что полиэтилен по структуре схож с пчелиным воском, и вредитель, живущий в ульях, получил привычную задачу. Способности этих насекомых особенно актуальны, если учесть, что полиэтилен составляет около 40% от пластика на мусорных свалках. Возможно, природа и впрямь научится справляться с полимерами, как справилась 400 миллионов лет назад с целлюлозой. Например, первые древесные стволы когда-то были совершенно несъедобны для бактерий и грибков, но сейчас они разлагаются в труху. Правда, тогда эта ситуация обернулась экологической катастрофой. В общем, такой вывод, мои хорошие. Наш долг – помочь природе хотя бы ради собственного здоровья и комфорта. Не так уж трудно подумать о судьбе выброшенной вещи, прихватить матерчатую сумку вместо пакета в магазин, использовать кулек несколько раз, не увлекаться использованием одноразовой посуды или вообще предпочесть ей картонную. Раздельный сбор мусора, сдача в специальную переработку энергосберегающих лампочек и батареек заметно снижает нагрузку на природу. Отданные под свалки земли очень трудно вернуть в нормальное состояние, и даже один пакет или бутылка здорово портит впечатление от красивейшего места. А уж для стран СНГ это актуальней некуда. Мы научились содержать в чистоте тело и дом. Следующим шагом должна стать чистота планеты. Не ждите, пока поумнеет ваш сосед. Начните с себя. Субтитры создавал DimaTorzok